привет друзья с вами гиф и новости по элите в принципе о чем могут быть новости сегодня только горизонтах и я попробую в этих новостях упорядочить ту информацию что на этой неделе я собрал или узнал играя в горизонты и первое и очень важное не геймплейная для горизонтов требуется видеокарта с поддержкой direct x11 это ограничение вы не обойдете никак люди у которых есть горизонты но карта не поддерживает 11 директ они запускают в них летают в космосе но при посадке на планеты их просто выталкивают и они не могут купить модули с srv например а вот учитывайте пожалуйста это при покупке смотрите характеристики своей видеокарты кто не уверен теперь об игровых механиках для того чтобы высадиться на планету игроку требуется купить модуль для посадок на планеты в старые корабли которые у него уже есть с новыми этот модуль идет в комплекте если у вас приобретены горизонты а вот чтобы передвигаться по планете нам нужен багги нужно купить планетарный ангар планетарные ангары занимают внутренний слот есть сейчас двух типов например для слота 2 класса есть ангар по моему на 5 тонн и на 10 тонн я полагаю это задел на будущее для других и сервей которые весят больше чем наш скоробей и в зависимости от уровня ангара уже от самого класса 2 минимальный класс меняется и количество слотов для сервей во втором классе это один слот в четвертом 2 и полагаю там есть шестой с тремя слотами сервей сами по себе это расходный материал их можно пополнять на тех станциях на которых возможно починка корабля и пополнение его боезапасами и так купив необходимое оборудование вы направляетесь планете планеты на которые можно сесть обозначены значком корабля в панели навигации или же обведены такой полу сферой на карте системы приближаясь к планете ваш корабль автоматически перейдет в орбитальный круиз этот переход незаметен для игрока просто изменится интерфейс корабля и борт компьютер вам сообщит об этом появится индикатор высоты координаты корабля и авиагоризонт если ваш корабль будет находиться в зоне плюс минус 5 градусов от горизонта то скорость будет максимальный в таком положении корабля но при этом эта скорость все равно зависит от высоты чем ниже вы опуститесь тем меньше будет ваша скорость это так называемый орбитальный круиз режим для исследования планеты в нем вы видите только станции на планетах то о чем я раньше вам говорил предполагая что будут видны места крушения кораблей нет в этом режиме это не видно по мере приближения к интересующей вас точки я рекомендую изменить угол градусов примерно на 30-40 по отношению к поверхности и так продолжать полет естественно работая со скоростью потом вы перейдете в планетарный круиз вот это момент где что-то загружается несколько секунд и происходит по достижении высоты в 25 километров после этого если вы не будете трогать рус у вас включится режим скольжения в этом режиме корабль двигается со скоростью два с половиной километра в секунду и этот режим отключится на высоте около 10 километров для активации режима скольжения необходимы углы входа в планетарный круиз от минус 60 до 5 градусов как говорят разработчики и маневры по моему в нем невозможны они отключают этот режим вот и конечно планете подлетать надо плавно если вы просто понесетесь к ней на скорости 2000 километров в секунду то как и раньше сработают защитные механизмы и просто выкинет вас километрах в 300 500 около планеты доклад оказавшийся у поверхности худ корабля снова меняется во первых появляется компас наверху экрана во вторых полоса справа от авиагоризонта показывает вашу вертикальную скорость это крайне полезная штука особенно для больших кораблей или для планет большой гравитацией для того чтобы найти место для посадки необходимо медленно передвигаясь над поверхностью планеты следить за пятном под кораблем когда место найдено выпускаем шасси выравниваемся относительно поверхности и можно садиться в баги это делается через меню которое раньше называлось приближение сенсоров меню сенсоров в этом ключе скажу так снова полезны мелкие корабли исследовать на них гораздо легче и быстрее чем на крупных причин тому две скорость посадки управления над планетой в зависимости от гравитации тем более на мелочи гораздо легче и 2 это место как оказалось его не так легко найти даже на аспе может статься что вам придется садиться в нескольких километрах от интересующей вас точки и находясь над поверхностью планеты до на корабле летая в планетарном круизе вы будете видеть пятна на радаре это как раз точки интереса которых рассказывал майкл там могут быть разбитые корабли минералы я находил места в которых добывают руду можно разбить установки которые это делают и схватить оттуда руду видел какие-то маленькие базы на два домика они не обозначены на карте планеты схематически какие-то разрушенные рудники говорят бывают то есть много всего но это видно именно пятном на радаре корабля они все есть в планетарном круизе это очень хорошо что не нужно шнырять туда-сюда никаких загрузок нет вы просто летаете над поверхностью на высоте до 25 километров и смотрите что и снизу увидели пятно можно попробовать обнаружить визуальность корабля но практически всегда это очень сложно если это же не что-то огромное валяется гораздо проще выпустить багги и подъехать на него посмотреть багги с кораблей это наше сейчас основное средство передвижения по поверхности позволяет развивать скорость до 140 четырех километров в час но я пока больше 120 не ездил данная модель позволяет нести пару тонн груза оснащена турелью и датчиком для работы с данными для ориентирования на местности есть радар и волновой сканер багги штука очень хрупкая для защиты у него есть щиты как у корабля но это только против дронов против их вооружения от падений они не спасают портится сам корпус корпус можем починить самому с помощью ингредиентов материалов либо автоматический когда багги попал на корабль для его работы нужно топливо топливо он получает на станциях или в результате синтеза материалов экономить топливом можно отключая ненужные модули багги во время поездки например щиты когда они вам не нужны реже можно использовать двигатели реактивные можно грузовой люк отключить то есть вот так вот играя можно поездить подольше и важно понимать что без топлива у вас будет всего одна минута чтобы вызвать корабль и добраться до него а вот без сенсоров это как оказалось совсем непросто визуально обнаруживать очень сложно в этом плане сенсоры снова играют огромную роль что на корабле что на багги реально постоянно работаешь их увеличением уменьшением и смотришь на рельеф на все остальное а это без сенсоров совсем непросто если корабль опустился сзади вас за холмом и вы не увидели визуально где то все пиши пропало после гибели в срв пилот оказывается на борту своего корабля это уже поправили исследования хранятся на борту корабля и не пропадают их можно потерять только потеряв корабль срв попадая на корабль ремонтируется в ангаре но не дозаправляется так как он использует разные типы топлива с кораблем для защиты срв использует турель она доступна и в обычном режиме из игры но в таком режиме у нее относительно небольшие углы доводки примерно как у гимбалов не только перед собой чтобы полностью воспользоваться турелью нужно в нее пересесть тогда угол стрельбы куда больше то есть а верхняя полусфера багги и даже находясь турели вы продолжаете управлять багги что немножко сложновато одновременно ехать понимать куда он едет и стрелять из турели пока вот это для меня самая главная проблема что осталось это управление турелью джойстика одновременно управляя багги остальное вроде бы сейчас решилось про багги я рассказал теперь про материалы катаясь по поверхности планет мы можем собирать материалы их сейчас 25 штук в игре и они все есть только на планетах с патчем 2.1 некоторые материалы будут доступны для игроков которые не приобретали горизонты их можно будет как-то добыть в космосе но не все материалы на текущий момент они перевозятся вместе с пилотом в отдельном отсеке они не занимают место не исчезают после гибели корабля после гибели пилота то есть не просто есть у вас есть отдельная вкладка в меню систем где груз найти их можно либо выходах породы с планеты либо они могут находиться в метеоритах которые упали на эту планету пилот венсен кавинский начал систематизировать свои находки по типам планет я даю ссылку на официальный форум посмотрите пожалуйста человек большое дело сделал и я так понимаю будет продолжать делать дак вот что дают эти материалы они позволяют создавать улучшения для серии и для корабля с и сервитом все просто это топливы патроны для турели и ремонт вне корабля а вот для корабля и там новая амуниция именно патроны для плазмы для пулеметов для орудий увеличение дальности прыжка и ремонт вернее запчасти для ремонтного модуля для амуниции большой минус нельзя выкинуть текущую то есть если вы купили новую пушку нужно сначала все выстрелить потом перезаряжать для каждого типа орудий свои ингредиенты для прыжка это увеличение дальности на один прыжок вот здесь у меня самое большое сомнение я конечно не ждал что будут увеличивать там на час или на день скорее все это нужно пример исследователям чтобы перепрыгнуть из рукава в руках да то есть вместо 30 лет один прыжок ваш корабль прыгает 60 но здесь остается сомнение в том плане что один прыжок для меня кажется это очень мало хотя бы три прыжка это было бы интересней например просто вернуться обратно мне вчера задавали вопрос как часто находится материал они делятся вот все вот эти улучшения на три типа стан базовая стандартный премиум базовое такое обычное оружие либо прыжок плюс 25 процентов стандартная это оружие плюс 25 урона прыжок плюс 50 процентов и максимально это прыжок плюс сто процентов или оружие плюс 50 урона насчет оружие кстати сомневаюсь мне кажется поменять 50 урона это слишком шоколадно просто увеличить вот так вот дамаг например тоже плазмы в полтора раза это просто ну очень очень много вот поэтому может быть какие-то изменения еще и придут в том виде как мы работаем с материалами но вот по поводу находки но я вчера например на планете богаты металлами минут на раза 15 нашел несколько выходов на поверхность из штук 15 материалов я набрал то есть не сказать что это вот совсем вот уж такая вещь которая собирается годами то есть я думаю что играя пилота исследуя планеты просто потихонечку будут набирать закончу наверное сейчас вот эту тему с горизонтами про работу волнового сканера волновой сканер он находится над радаром работает по типу сонаром он сканирует поверхность планеты перед вами и звуком и изображением на нем показывает что находится перед вами и какой тип на прекрасные астероиды занимают разную толщину вот этого обратного импульса у кораблей другой звук у дронов тоже то есть там могут быть обломки астероиды выходы на поверхность корабли базы в общем очень много всего в каком-то таком не очень далеком диапазоне так полагаю километров два три он берет и вещь крайне полезная при передвижении по планетам вот между выбором отчего бы я отказался волновой сканер или обычный радар я был лучше радар выключил про что я вам не расскажу я ничего не расскажу про большие базы я вчера ездил пытался отключать различные модули удалось отключить только освещение базы с видимым эффектом пробовал играться с датчиками отключая один писалось что отключен датчик один из пяти перезапуск протокола безопасности возможно я пытался доехать до других датчиков до одного успевал но что-то счастье не происходило может быть порядок нужен определенный может быть нужно с командой друзей это пробовать в общем здесь более непахано еще для того как это делать и для чего это делать кто смотрел мои первые летсплей по горизонтам когда я не мог взломать турель мне подсказали в чем проблема сейчас есть баг с тем что сканер не разворачивается автоматически как турель чтобы его развернуть нужно назначить сканер в первую группу вооружения и включить в настройках разворачивать оружие по нажатию кнопки огонь вот тогда он достается и все корректно работает ну я считаю пока это багом надеюсь в основную игру это не перенесут второе что важно я совсем не смотрел миссии видел несколько вкусных в частности вот я нашел миссию для торговцев перевести много груз за хорошие деньги остальные миссии новые появились но правда почти я на базах не бывал все пролистал и не хочу этим сейчас заниматься и теперь вернусь все-таки к новостям разработчиков майкл брукс в дневниках рассказал что что изменит для исследователей это увеличение исследовательского ранга будет при нахождении материала впервые а нахождение последующих материалов обеспечит тоже незначительный рост исследовательского ранга пилота за поиск по планетам тоже будет начисляться исследовательский ранг за покатушки на и среди причем тем больше чем дальше от солнца вы находитесь во вторых за детальные сканы поверхности будут давать больше денег чем сейчас но это применят только к тем сканом которые будут сделаны после релиза 1.5 для игроков 17 декабря запустят игровое событие заключающиеся в охоте за сокровищами и спонсором выступать неизвестный миллиардер победитель получит корабль федеральный каравет и кстати на этот корабль я вчера сделал обзор закончу ролик вот чем пока я не увидел куча нового а геймплея в горизонтах кучи совместного геймплея не до конца представляю зачем нужны базы почему они охраняются какие миссии на эти базы какие награды другое дело что я этого еще не искал то есть что то есть насколько это интересно нужно то чего мы все ждали я не знаю правда вот сами по себе посадки на планеты сделаны очень качественно и атмосферно у них реально отлично работает генератор и каких-то багов за исключением висящих пару раз камней я не замечал лично я просто катаясь по планетам получаю кучу удовольствия кратеры каньоны восходы закаты различные типы поверхности вот это все сделано просто на отлично но те кто видят в этом кучу одинаковых текстур на моих роликах я советую не покупать горизонты вы разочаруетесь всегда есть люди для кого стакан наполовину пуст на этом все с вами был гиф и удачных вам полетов вот Продолжение следует...